Здравствуйте! Вас приветствует дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Степана Пепеляева. По пермским дворам и улицам мы колесим на комфортабельном автомобиле «Лада Ларгус Кросс», который нам любезно предоставил «Лада Центр Перм», что в Камской долине на Спешилово 105. На днях в микрорайоне Голый мыс. Пермяк Алексей Белокрылов наблюдал патриотический закат. Вот так необычным образом облака на горизонте сложились в российский триколор. Тем временем Наталья Осанова, проходя мимо 34-го дома по улице Солдатова, заметила вот такого милого снеговичка. Уже не первый не тающий снеговик в нашей рубрике, ибо сделан он из пластиковых стаканчиков. На дворе у нас середина января. Тем временем кадр дня от Марии Перескоковой. Совершенно весенний. Ведь она заметила, что в микрорайоне Гаева на улице Репина на одном из кустарников появились зеленые почки. Далеко не каждый дракон выдержит суровый уральский климат. По крайней мере, зимой они на улицу носа не кажут. Вот как здесь, в одном из домов на улице Мира. Выходят на балкон, грустно смотрят в окно в ожидании весны. При этом иногда попадают в объектив видеокамеры дежурного по городу. Прямо-таки детский сад сегодня, а не выпуск. На улице Власова мы заметили зверушек, которые зимних морозов не боятся. Ведь у них есть шерсть, пусть даже искусственная, и своеобразный дом. Кустарник, к веткам которого их кто-то надежно скотчем примотал. Ну, чтобы сугроб не падали. Вполне логично, что в нашей сегодняшней рубрике под условным названием «Веселые картинки», кроме плюшевых игрушек, присутствуют и снежные герои. Которых мы заметили в одном из дворов на улице Мира. Петрушка, Заяц и прочие персонажи. И все они слеплены старшей по дому Фаины Виноградовой. Хотя без помощников в таком деле, конечно же, не обойтись. В этом году много приходило, выходило нас. 9-10 человек, и даже с детьми выходили. Убираем, стараемся, чтобы было все красиво. Из других домов очень много нынче приходит людей. Очень много приходит. Фотографируются, наверное, с вашими Заяцами? Всегда, всегда. И со снеговиками, с Зайцами. У нас фотосессия всегда, каждый год. Сразу после выходных, в понедельник, мы назовем имя очередного победителя нашего конкурса на лучшую новость недели. Он-то и получит в подарок приглашение на два лица от Пермской краевой филармонии на концерт Уральского государственного хора. В рамках абонемента «Прикосновение» прозвучит программа «Хоровое приношение». Всех желающих услышать ее, филармония приглашает в органный концертный зал. 26 января. Начало в 19.00. Ну а свои сообщения вы можете передавать, как всегда, в информационно-справочную службу «Дежурный» по городу по телефону 2-630-300. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи.